У таких семинаров оно привлечет в себе какой-то интерес. Ну а следующие семинары, про них можно рассказать более подробно, потому что, ну, собственно говоря, как я уже говорил, изначально цель-то и была их тут порекламировать, как бы, да? Ну, поскольку рекламировать надобности нет, я просто вам про них расскажу. Рано или поздно, когда человек, ну, то, что я заметил на семинарах, если ты людям преподаешь какие-то техники, саморегуляции, рано или поздно у тебя возникает вопрос, для чего все эти техники нужны? Ну, то есть, нужно же понимать, что те состояния негативные, с которыми люди работают, они являются негативными только в определенном контексте жизни. Например, если я волнуюсь о чем-то, да, в определенной ситуации это можно рассматривать как негативное переживание, да, а в другой ситуации это очень даже позитивное, даже желаемое состояние, как бы, да? Странно было бы не волноваться при определенных обстоятельствах. Ну и, соответственно, если так глобально к этому подойти, то же становится интересно, что, ну, окей, то есть, возникают какие-то штуки, я их там как-то прорабатываю. Я обычно использую термин «процессинг», он не очень понятен, поэтому на русском языке в последнее время довольно часто использую термин «проработка». Даже такой сайт есть, «проработка.ру», который, правда, ассоциируется, в основном, с книжкой «Турбосуслик». Ну, так уж получилось. Левушкин первый написал книжку, которая привлекла все внимание русскоязычной общественности. Русскоязычная общественность очень любит халяву. Вот, а в книжке обещалось, что прочитаешь книжку и сразу все исправится. Вот, ну, с тех пор, в общем, книжка «Турбосуслик» и все, кто ее читает, такой неистащимый источник людей, которые начинают интересоваться тем, чем... Ну, в частности, я занимаюсь там, да, и мои там коллеги-тренеры, потому что там упоминается «Живорад Славинский». Когда люди «Турбосусликом» попользуются некоторое время, они понимают, что «Турбосуслик» все-таки как-то это вот не панацея, они начинают искать первоисточники, ну, и находят рано или поздно либо «Живорада», либо меня, либо кого-то другого из тренеров, которые семинары по этой технике ведут. Ну, то есть, тем не менее, как я уже начал говорить, что рано или поздно возникает мысль о том, что как-то надо в жизни глобально порядок наводить. Ну, а глобально наводить порядок, наверное, это тема, которая касается вот этого жизненного предназначения своего, да? Вот, и, в принципе, изначально этот семинар, про который я сейчас буду рассказывать, который у меня второй стоит в этой раскладке, условной, он назывался «ЛайфПро», и вот, и у этого названия есть некая предыстория. Предыстория заключается в том, что в основном, когда люди работают с целями, ну, вообще есть два типа, скажем так, ну, я сейчас буду говорить очень грубо, как бы, да, и очень примерно, потому что термины достаточно условные, что люди, которые работают с проблемами других людей, они, их можно условно поделить на две категории, да, это психологи и это коучи, так называемые. Разница достаточно прозрачная, как бы, да, психологи работают с проблемами, то есть к ним приходят люди, к которым там, ну, что-то там с планочкой случилось, как бы, да, у них какие-то проблемы по жизни, вот, и они хотят это как-то там исправить себе, отремонтировать и так далее. Вот, ну, и психология такая область уже достаточно развитая, да, много придумано всяких разных направлений, там, всяких терапий, начинают психоанализы и заканчивают, ну, патом, например, да, вот, и вторая категория – это коучи. Коучи, ну, обычно в том воплощении, в котором это у нас присутствует, в основном это мелперы, да, они занимаются постановкой цели и достижением целей. Коучи работают с целями. И возникает некая противоречие. Оно заключается в том, что, когда человек приходит с проблемами, да, и работают с проблемами, не совсем понятно, а что должно получиться в конце. Ну, теоретически понятно, что в конце должен получиться некий человек без проблем. А, как выглядит человек без проблем? Вот, интересно. Вообще есть такие на свете люди, да, люди, у которых нет проблем. Как-то, да, вот, ну, теоретически предполагается, что человек как-то там сам догадается, все, что ему нужно, додумает, как бы. Он к психологу пришел, решил какие-то свои, там, ну, насущные какие-то вещи, да, Ну и дальше побежал по своим делам достигать своих целей. Обратная крайность тоже. Но это я тоже могу говорить достаточно обоснованно, потому что я упоминал, что у меня было много переводческой практики. В частности, я с коучами довольно-таки много работал. Я вообще много с кем работал. С соседними психоаналитиками работал и так далее. У коуча обратная проблема. То есть они ставят цель. Ну, как вы знаете, коучинг вообще откуда возник? Коуч – это тренер, значит, по-английски. Смысл был такой, что клиент – это как бы спортсмен, а я как бы тренер. То есть спортсмен себе ставит какую-то задачу, а я его тренирую. Ну, тренер обычно, что он там делает? Пинает обычно он, да? Как-то там напрягает, там, давай, там, типа. Жми. Да, ты сможешь, там, туда-сюда. Тут как раз вот недавно, недавно была вчера, что ли, или позавчера, российская молодежная сборная по хоккей выиграла у канадцев. Причем выиграл совершенно безумным способом. То есть наши проигрывали канадцам 0-3, а потом в итоге выиграли 5-3. А произошло это после того, как тренер с ними в раздевалке поговорил. Причем, ну, то есть, что он там говорил, неизвестно, но известно, что он сломал планшет, когда он им все это рассказывал. После этого они вышли и закатили 5 шайб канадцам. То есть канадцам просто в шоке. То есть они выигрывали 3-0. Как бы, да, остался последний период, и что-то там такой тренер сделался тебе. И они выбежали, как бы, да, и закатили 5 шайб. Нифига себе. Ну, то есть вот такое примерно представление о том, какой должен быть. Коуч должен быть такой, напрягательный должен, да. И получается, видите, какая-то такая половинчатость, да. То есть эти работают с проблемами, но не работают с целями. А эти работают с целями, но, как правило, коучи сталкиваются с проблемами, когда у человека возникает чисто какое-то внутреннее состояние. Он сформулировал себе цель, да. А вот лень, например, да. Ну, это такая большая тема вообще в интернете. Борьба с ленью. И нужно как-то его пинать, как бы, да. Всего же есть как бы предел. Да, пинать, конечно, можно, но человек же тоже там будет легаться в ответ. То есть как-то же его надо уважать, там, его личное состояние. Ну, то есть коучи часто с этим сталкиваются. Даже термин такой придуман в коучинге. Гремлины. Ну, какие-то внутренние там какие-то состояния, сущности, которые вылезают, когда человек ставит цель, и вот он не может к ней там продвигаться. Никак. Ну, и получается такая... Ну, и вообще есть такая... Это я часто на семинарах говорю, что когда человек приходит и жалуется на некое негативное состояние, вообще негативные состояния бывают двух типов. Как бы, да, первое негативное состояние – это когда что-то есть, ну, а хочется, чтобы не было. А второе состояние – это когда чего-то нету, а хочется, чтобы было. Вот, ну, и обычно негативное состояние – это и то, и другое, да. Когда что-то есть, а хочется, чтобы его не было, когда что-то нет, а хочется, чтобы было. И в принципе работать нужно и с тем, и с другим. И в итоге получается, что со временем появился такой интересный термин – лайф-коучинг. Лайф-коуч – это такой гибрид между коучем и психологом. То есть такой лайф-коуч – это человек, у него еще какие-то техники есть для проработки проблем. То есть он, конечно, ставит цель, но когда возникают проблемы, он может предложить рецепты, как с этим справляться. Ну и я просто подумал, что у них там коучинг, у меня процессинг. То есть у них лайф-коучинг, у меня там лайф-процессинг будет. Ну назову его просто сокращенно лайф-про. Вот у меня появился такой символ лайф-про, который в основном заключался в том, что я показывал людям, как правильно создавать цели, ну и как потом прорабатывать все то, что вылезает, когда ты ее придумал, эту цель. То есть это тоже известное наблюдение, что вообще говоря, если смотреть с точки зрения некого внутреннего комфорта, постановка цели, она всегда связана с тем, что нужно выйти из этого комфорта. Что субъективно, как ни странно, приводит к тому, что если никаких целей не ставить и просто жить, то в общем-то комфортнее живется, чем если ставить цели. Потому что ты поставил цель, тебе сразу хуже становится после этого. Ну потому что ты не думал про это, как бы, да, ну и жил себе, и жил. Вот, а потом там постаранивался с другими, ну, типа хочу там, ну, хочу миллион там, я не знаю, да, как обычно, стандартный, стандартный прикол, как бы, да, это все становится плохо, да, когда ты начинаешь прикидывать и понимаешь, что не будет миллиона ведь никогда. И как-то тебе сразу плохо становится. Ну вот, и что с этим плохо делать, тоже непонятно, как бы, да, то есть, какая-то реакция организма, ну, даже не организма, как сказать, вот, некоего целостного существа, да, на то, что я там себе такую цель сформулировал. Ну и как-то там дальше, в общем, разные варианты есть, да, есть варианты, плюнуть на это все, вернуться в нормальное состояние обывателя, да, и не ставить никаких целей, живу себе, живу. Или зашиться в эту тему навсегда, там, да, и начать какие-то искать, там, эзотерические рецепты, как это все решать. Вот, ну, ну, или прийти на семинар LifePro. Вот, который, ну, собственно говоря, когда я начал с людьми работать в индивидуальных сессиях, на семинарах, я довольно быстро понял, что там есть еще какой-то предыдущий шаг, потому что, ну, опять же, да, вот, задайте себе вопрос, если я беру человека, вот, приходит ко мне человек, ну, я ему говорю, я тут такой, LifeProcessor, значит, сейчас с этим. И шаг номер один очень простой, сформулирую какую-нибудь цель. Большинство людей, ну, понимаете, что они отвечают. Они говорят, блин, если бы я только знал, какую цель сформулировать, если бы я знал, я бы к тебе не пришел. Вообще, ну, если сформулирована цель, ну, дальше уже, кажется, что дело техники, да, там, ну, как-то я там уж, не знаю, справился, ну, блин, меня ничего не греет. Ну, я могу, конечно, придумать, там, какую-то с потолка цель, как бы, да, но, опять же, она меня не греет, я к ней стремиться не буду, она меня не влечет к себе. Вот, и, ну, и тут, опять же, можно придумывать всякие разные способы клиента, там, как-то. Мотивировать на это дело, вот, но рано или поздно ты сталкиваешься с тем, что что-то нужно перед этим сделать, что-то такое важное, да. То есть, прежде чем у него будет ясное будущее, нужно что-то с настоящим у него сделать, потому что прямо здесь, прямо сейчас у него куча всяких вещей, с которыми он не знает, что делать. Ну, и, в частности, его довольно бессмысленно спрашивать о том, какая у тебя цель в жизни, зачем ты живешь. Вот, ну, и кроме того, есть еще такое тоже наблюдение, вот, на семинаре ПАПАТ я как раз там рассказываю, что, когда я объясняю, что такое глубокий ПАТ, самая знаменитая техника Живорада Славицкого. Ну, рассказ, рассказ примерно такой, что когда, ну, это знает любой психолог и любой, там, практикующий консультант, что когда человек приходит с какой-то проблемой, да, то спрашивает, в чем проблема. Ну, тебе же объясняет, проблема в том-то, в том-то, да, там, иногда называют словом запрос, там, или еще как-нибудь называют, да, проблема в этом. То, ну, вероятность там процентов 120 или 200, что проблема вообще не в этом. Вот, есть даже такое высказывание, его обычно приписывают Эйнштейну, ну, я не знаю, кто его сказал, да, но оно такое очень справедливое, что человек не может решать свои проблемы, оставаясь на том уровне осознанности, на котором, собственно, он их создал. И когда он приходит, он тебе объясняет проблему, исходя из того уровня осознанности, который у него есть на данный момент. Ну, и, собственно, если бы этого объяснения было бы достаточно, он бы давно эту проблему решил. Он просто пошел бы и решил, зачем ему ходить к кому-то, платить деньги, ну, то есть там, временно это выделять. Пошел бы и решил, как бы, да, или решал бы, был бы в процессе решения. Очевидно, что дело не в этом. Очевидно, что нужно как-то его поднимать, видимо, уровень осознанности, да, и когда у него уровень осознанности поднимается, ну, он там начинает что-то понимать об этой проблеме. Например, он там может понять, что она гораздо более глобальная, или понять, что ее вообще нет, например, да, или там понять, что нужно сделать, чтобы ее не стало. Самое интересное, что то же самое и с целью. То есть, когда человек приходит, да, ты спрашиваешь, ну, какую-нибудь цель мне сообщи, там, что ты хотел бы достичь в этой жизни вообще. Ну, и человек там откуда-то берет цель. Ну, обычно, стандартно, знаете, такой прикол есть, типа, там, хочу миллион, миллион евро. Раньше говорили долларов, потом, когда поменялось, стали говорить евы. Хочу миллион евро. Ну, хотя известно, да, опять же, такая статистика людей, которые выигрывали какой-нибудь там джекпот, выигрывали миллионы, и что потом с этими людьми было? Да, очень быстро спускали и возвращались в исходное состояние. Иногда потом, причем иногда даже возвращались состояние более худшее, чем у них было до того. Есть куча документальных свидетельств, когда люди говорили, что лучше бы я этот миллион не выигрывал, мне и без него было хорошо, а вот теперь как-то мне вообще плохо. То есть, то же самое с целью. То есть, когда человек формулирует цель, на самом деле, цель у вас, скорее всего, вообще не в этом. Ну, 200% вероятность, что реальная цель, когда он начинает работать с этим, да, и как-то там прорабатывать то, что вылезает, и оказывается, что она не в этом. Ну и, собственно говоря, придумал я. Ну, если так кратенько-кратенько рассказать, даже я, наверное, могу вам рассказать, в чем состоит одна из процедур. Она очень длительная, да, ее долго обычно люди делают. На семинаре ее, ну, на семинаре мы немножечко пробуем, как это происходит, да, но потом людям все нужно будет отдельно все это делать. Называется он, ну, сначала, наверное, объясню теорию такую небольшую, да. Смысл заключается в том, что откуда вот это происходит штука, да, что когда человек приходит, он объясняет, в чем заключается проблема, но мы изначально знаем, ну, и опытные люди, они уже сами знают, что проблема, скорее всего, не в этом. Это просто вот какой-то кусок, который я вижу, да, а большую часть ситуации я, видимо, не вижу, я ее как-то не замечаю. Именно поэтому мне нужен другой человек, потому что он не вовлеченный, он в этой ситуации не находит, он смотрит снаружи, ему снаружи иногда легче просто увидеть. Он замечает какие-то штуки там, какие-то там, ну, даже там в свое время еще Фрейд там, да, в дремучем состоянии развития психоанализа, он заметил, что часто люди, когда делают случайную оговорку, да, по этой случайной оговорке можно там много чего узнать, потому что человек, когда он впадает в транс и начинает что-то рассказывать, он вдруг раз-раз, да, и что-то такое выговорил. И он сам этого не замечает, но когда снаружи сидит кто-то другой, кто его слушает, он назад это повторяет, что говорит, ууу, я это сказал? Да, ты это сказал. О, оказывается, это дело не в этом. Ну, то есть, условно говоря, можно придумать такую некую шкалу. Я ее называю шкала фрагментации. Шкала фрагментации сознания. Это тоже как бы факт известный из буддизма, что основная проблема человеческого разума заключается в том, что он фрагментирован. Ну, и оттуда дальше влезает слово целостность, да, целостное восприятие там и так далее. В чем это выражается конкретно? Это выражается в том, что когда человек смотрит на какую-то ситуацию или на какую-то проблему, или на какие-то обстоятельства, на самом деле он видит фрагменты, куски. Он не видит ситуации целиком. Ну, естественно, что когда он видит только кусок этой ситуации, он не может решить всю ситуацию. Как бы он не пытался этот кусок там, ну, что-то с ним сделать какой-нибудь техникой, да, там турбосусликом или там поатом продышать по точкам, он может убрать ощущения, он может убрать эмоции, но ситуация от этого не решается. И эта эмоция возникает снова. То, что эмоции – это симптом. Она просто показывает, что что-то здесь не так. Это как вот, ну, если у меня забит в ноге гвоздь, можно, конечно, выпить там анальгин и перестать чувствовать этот гвоздь, как бы, да, но как только анальгин прекратить действовать, я опять начну чувствовать этот гвоздь. Нужно гвоздь выдергивать рану лечить, собственно говоря. Но я ее не вижу, да, то есть у меня там нога в темноте, и у меня тут не доходит. Ну и где-то там, вот если там какую-то вертикальную такую шкалу попробовать нарисовать, где-то там в самом-самом низу, да, вот находятся эти несчастные люди с очень сильно фрагментированным сознанием, которые, в принципе, доходят до такого состояния, когда с ними что-то происходит, и они, в общем, ощущают себя полным следствием. Они не знают, почему это происходит, они знают, от чего это происходит, они не замечают никаких закономерностей в том, что это происходит, они только страдают, просто страдают и все. Ну и все, что ты от них можешь добиться, как бы, да, это описание своих страданий. Они тебе рассказывают ситуацию, кто-то и тут их обидели, там их обидели, сям их обидели, здесь их обидели. Иногда бывает, что ты снаружи, когда слушаешь, ты лавливаешь какие-то вещи там, пытаешься может ну, как-то объяснить там, или показать, как бы человек не лавливает просто, говорит, да ладно, что ты выдумываешь, почему здесь это? Вот, вот мои страдания здесь. Вот, но, в принципе, если человек начинает как-то искренне интересоваться, ну, от чего это все, да, начинает как-то там анализировать. Один из моих друзей как-то рассказывал мне один из вариантов, да, вот это вот сознание, его иногда еще называют калейдоскопическое, потому что у человека, ну, то есть человек видит некий узор, да, жизни, вот, потом откуда-то по калейдоскопу снаружи наносится удар, там, да, или поворачивается, узор меняется, на вопрос, а почему он теперь такой, человек говорит, я не знаю, ну, что-то произошло, там, я не знаю, правительство поменялось, погода фиговая, там, не знаю, там, не с той ноги встал, там, типа, кошка перебежала дорогу, там, ну, я не знаю, там, там, этот, Марс какой-то там дом зашел, ну, то есть, легче от этого не становится, от того, что я это знаю, у меня, кстати, была такая, у меня, кстати, была такая ситуация, я вот раньше думал, что, хотя я и работал с психоаналитиками, переводчиком, как бы, да, я раньше думал, что эти вот клиенты, которых я иногда в кино показываю, знаете, когда человек говорит, там, я, типа, знаю, откуда у меня все проблемы, да, но мне этого легче не стало, что это такое, скорее, персонаж из анекдотов, а потом у меня было такое переживание, и ко мне однажды приходит одна такая девушка, такая, блондинка, с красными ногтями, вот, ну, и говорит, я, она мне говорит такая, я, говорит, три года ходила к лучшему психоаналитику Москвы, ну, правда, не сказала, кто, кто там у нее, кто там у блондинок лучший в том году был, ну, я говорю, ну, как, она легче-то стала, она говорит, нет, я говорю, ну, а что вы делали, ну, я ему рассказывала, в чем, значит, мои затруднения, а он, ну, объяснял мне, откуда они берутся, я говорю, ну, и что, ну, я теперь все знаю, откуда у меня все взялось, ну, я говорю, а легче стало, она говорит, нет, а почему мне должно было стать легче, как бы, ты же понимаешь, что, ну, да, там, психоанализы, понятно, все из детства, там, туда-сюда, пятое-десятое, хотя это, понятно, галлюцинация, как бы, да, потому что, причем без детства-то, я же вот живу, вот здесь, прямо здесь сейчас детство наше уже, это, все, отпела, оттанцевала, как бы, да, должно все пройти, но, тем не менее, как бы, ну, и я начинаю пытаться с ней работать, да, а моя работа заключается в том, что я человеку задаю вопросы, вообще говоря, да, то есть, хитрым образом сформулированные, вот, я что-то там, мне начинаю спрашивать, да, она так вытаращивает на меня глаза, говорит, Олег, вы что сейчас делаете? Я говорю, ну, задаю вопросы, пытаюсь сделать так, чтобы посмотрели на свои переживания, да нет, свои переживания я знаю, вот и до, то есть, мне не надо вопросы про это задавать, у меня все очень просто, вы доктор, я пациент, у меня проблема, у вас решение, я вам объяснила проблему, дайте мне решение, я, значит, пытаюсь ей там объяснить, что я не знаю решения, говорит, если вы не знаете решения, какого хрена вы тогда считаете, что вы доктор, я говорю, я не считаю, что я доктор, мы с ней разговаривали тогда на минут 40, мы так и не поняли друг друга, мы оба ушли в недоумение, то есть, она ушла в недоумение, я тоже остался в недоумении, я первый раз столкнулся с человеком, который искренне полагал, что абсолютно посторонний, незнакомый человек может ей дать какой-то совет но как-то здравый смысл подсказывает да что на откуда посторонний человек может знать откуда ну да она уже да и как-то из нее был я кстати про это тоже говорил грунт и типа а ногти но обычно же работают не так игры хорошо вы обычно работали три года она до легче стал он ведь нет и дайте моим способом попробуем странным необычным может быть он это сработает в этом случае будет как на хоть в этом случае поможет вот ну почему как то так но тем не менее да то есть я про фрагментацию рассказывал да то есть вот фрагментацию человека то есть калейдоскоп что-то что-то в жизни меняется обычно люди на этом уровне люди они обычно ну такие если клиенты приходят они рассказывают о ситуациях да они оскорбят по соседей про родителей там еще про что-нибудь но если немножко до куда-то углубились они еще начинают там какие-то попсовые интерпретации из астрологии, из гороскопов, из чего-нибудь, что им попало первое, которое, как им показалось, что-то объясняет. Они это и рассказывают, и их очень трудно из этого состояния вывести, потому что когда ты начинаешь им объяснять, что суть не в этом, суть в том, что ты переживаешь по этому поводу сейчас, а поводом может быть со что угодно. Если человек начинает более или менее интересоваться, не важно даже, что именно он начинает практиковать, рано или поздно он начинает замечать закономерности. Он начинает замечать, что вот этот синий кусочек, я его уже видел, я его уже видел в прошлом узоре, он другим боком немножко стоял, но смысл был тот же. Это такие ситуации, когда люди начинают, например, замечать, что мне постоянно попадается определенный тип людей. И с этим определенным типом людей у меня определенный тип взаимодействия происходит, один и тот же всегда. Люди бывают разные, попадаются в разных областях жизни, но расходовка все время одна и та же. Делай раз, делай два, делай три, пупцы, я проиграл. Или там, что я постоянно определенным образом терплю неудачу, тоже довольно-таки стандартно, попадая в некий паттерн, в некий шаблон поведения. Ну, собственно говоря, даже на, ну и сто лет назад, когда там Фрейд придумал психоанализ, собственно говоря, одна из целей как бы, да, это было выявить эти паттерны, как-то вскрыть, вывести на сознание, да, ну, чтобы там человек от них как-то там вышел из них, из этих паттернов. Другое же дело, как они эти паттерны выявляли, тоже технический вопрос. Но, тем не менее, рано или поздно у него появляется такое, ну, скажем, у него происходит некая дефрагментация, да, такая. Рано или поздно у него появляется такое сознание, которое можно назвать мозаичным, то есть рано или поздно он понимает, что все фрагменты в жизни не просто так, они как-то там между собой как-то должны быть соединены, ну, как пазл, да, вот у меня есть коробка, это в принципе вроде хаос, как бы, да, на самом деле я знаю, что там есть картина. Ну, и это уже первый шаг, то есть я понимаю, что это не просто свал каких-то, ну, кусков непонятно нарезанных там, да, что это какая-то картина, и она как-то вот должна соединяться, да, и может быть там, вот, кстати, обычное наблюдение, когда человек после хорошей сессии там от хорошего, не знаю, ведущего выйдет, как бы, да, он обычно, что он говорит, да, он говорит, да, у меня все стало на свои места, или у меня сложилась картинка, то есть даже метафорически люди это осознают, что у них что-то там вот дефрагментировалось слегка, да, и самое удивительное заключается в том, что, ну, для меня, по крайней мере, что нельзя сказать, что человек этого раньше не знал. Да нет, он все это знал. Все эти факты у него были перед глазами, да, они даже много раз ему попадались, и нельзя сказать, что у него этого не было в голове, нет, оно было, то есть нельзя сказать, что я ему что-то такое сообщил, чего он раньше не знал, он все это знал, до этого момента прекрасно знал, но у него оно было фрагментировано, это вот как, ну, как пазл, да, то есть там же она есть, эта картина, вот известно, что взяли на заводе кусок картона, нарисовали картину каким-то каточком, разрезали ее, да, и сложили в коробку. Известно, что она там есть, но, блин, какая? Я даже могу знать, какая может быть, но, к сожалению, в случае конкретного человека я не знаю, какая обычно, только знаю, что она должна быть по системным соображениям, потому что из эту шкалу рисовать дальше, 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 померят складывание этого пазла, где-то там наверху должно находиться вот это теоретическое состояние целостности, о котором буддисты говорят и которое в свое время меня очень торкнуло. И самое удивительное, что в этой целостности нет ничего такого, чего нет у меня прямо сейчас, оно есть у меня прямо сейчас, но целостным я почему-то быть не могу. И я не могу ответить на вопрос, а в чем моя цель, а зачем я тут живу, а как мне действовать для того, чтобы этой цели достигать, например, ну и так далее, и так далее. Там, на самом деле, есть много разных тонких моментов, как эта дефрагментация делается, например, в свое время, ну это тоже, на самом деле, тоже из семинара LifePro такая, ну общая теория, скажем так, да, в свое время в одной книжке есть такой американец Фрэнк Гербоди, он написал толстую-толстую книжку, называется «Метапсихология». Ну название «Метапсихология» тоже такое, то есть у него была идея Фикс создать общую парадигму психологической науки, да, ну он какую-то свою создал, естественно, его никто не признал там, да, но тем не менее книжка очень интересная. И он такой, он такой математик, то есть он дает определение, там из определения вывод делает, там и так далее, так далее. Книжка такая, она такая, 800 страниц, ее невозможно читать с середины, потому что ты начинаешь читать с середины, она как по математике, то есть там идут отсылки в начало, то есть нужно читать от начала до конца. И мы когда с ним общались, он говорил, у меня все люди делятся на две категории. Первая категория людей прочитывает книжку, говорят, ну так, это же очевидно. А вторая категория людей, ну они просто ее не читают, они ее открывают, ну это вот 800 страниц вот это читать, как бы этих определений. Вот. И у меня там есть такая очень интересная в одном месте штука, где он рассуждает о том, что, ну, теоретически в чем цель работы, я не знаю, там психолога, коуча, там, как угодно это назовите, да. У меня всегда проблема, как себя называть, я никак себя не называю. В итоге поэтому я просто пишу везде, Олег Матвеев просто и все. Ну, психолог, если хотите, хотя нигде мне не написано, что я психолог. И вторая проблема, я не знаю, как называть людей, которые ко мне приходят. Потому что называть клиент, это что-то такое, ну вот, кто деньги приносит, да, называть пациент, как психоаналитики делают. Кстати, знаете смешно, что слово пациент вообще обозначает? Пациент – это тот, кто терпит, patience – это терпение, значит, на латыни. Да, это тот терпящий. В буквальном переводе – это тот, кто терпит. То есть на нем экспериментирует, а он терпит. И вот это тоже вроде у меня никто там особо, я на них не экспериментирую, никто не терпит. И у нее там, вот начал я про Фрэнка Гербон, у нее там была такая штука, да, что в принципе идеальная некая цель – это, ну, помочь человеку стать способным, да, чтобы у него способность появилась. Ну, естественно, как я уже говорил, он же математик, дает определение, он сразу дальше спрашивает себя, а что значит «способный»? Вот как мы определяем, способный человек или неспособный? Он к нам пришел, там что-то рассказывает про себя, нам вот интересно, какую категорию его записать – способных или неспособных людей. И он нарисовал такую шкалу, которая мне очень понравилась, хотя она технической ценности никакой не имеет, но философски она проясняет кое-что. Он рассуждал вот о чем, он говорит, вот представим себе некую такую шкалу, да, две полярности. С одной стороны, у нас некий там, ну, некое «я», внутренний мир человека, то место, где у человека всякие замыслы появляются, идеи, ну, тут все то, чего другие люди не видят, в общем-то, да, оно не является воплощенным, оно не развоплощенное, оно там внутри где-то, да, то откуда все начинается. А, соответственно, на другой крайности этой шкалы находится мир материальный, мир материальный, который вот он, его можно потрогать, пощупать, насязать пятью или там шестью, или некоторые говорят большим количеством чувств. Тем не менее он воплощен, да, это что-то, что создали люди. Вот какой-то человек нарисовал картину, да, он проявил некую способность тем самым, да, когда-то эта картина была всего лишь мыслью в его голове, и он там собрал все, что нужно для того, чтобы такую картину создать, там, краски, там, да, навыки какие-то, да, он ее создал, и теперь ее могут другие люди наблюдать, они могут ее потрогать, не знаю, лизнуть, получить эмоциональное какое-то там переживание, глядя на нее там и так далее. Ну, и вот как бы, то есть получается, что он такую интересную формулировку дал, что способность – это когда человек может замысел превращать в реальность, да, такой замысел в реальность. Ну, и там дальше, если эту шкалу начать рисовать, там, понятно, что возникает сразу даже некая такая, ну, понятно, что это некий, некое преобразование, да, когда вот тут вот замысел, а тут раз, и он воплощается, да. Вот эта вот сила, которая предметы перемещают оттуда сюда, я обычно называю словом «намерение». Это тоже очень интересное слово, потому что если вы посмотрите в словаре, вы увидите, что у нее нет четкого определения, оно по кругу идет. То есть, что такое намерение? Ну, намерение – это когда… ну, хотя известно, что про каких-то людей говорят, вот у нее там сильное намерение, у него там слабое намерение. С тех пор, как, это там у нас Хиггсы, да, выпустили техническую удивительную силу намерения, да, ну, вообще, вот это, ну, это, кажется, сила какая-то, да. Ну, теоретически понятно, что если мы такую шкалу нарисовали, здесь написали, что здесь вот какие-то вещи внутренние – воображаемое, да, воображение, а здесь вот три вещи такие действительные, материальные, то способность можно даже как-то померить, да, теоретически, да, например, можно померить, ну, самый простой способ, который мне в голову приходит, это размер предметов, которые оттуда переходят сюда. Потому что один человек там, ну, придумал нарисовать, ну, маленькую картиночку, он ее нарисовал, проявил некую способность, а другой там, не знаю, город построил, да, пришел на болото, воткнул палку и сказал, здесь будет город, и он будет столицей моей страны. И он на этом абсолютно пустом месте построил город, как бы, да, и люди потом приезжают, смотрят на это дело и говорят, ни хвена себе, да. Здесь было просто болото, здесь ничего не было. Это человек очень способный, да, масштаб у него другой. Другой способ можно, можно по скорости смотреть, да, сколько у человека времени проходит между тем, как он что-нибудь придумал, там, да, и тем, как он воплотил, потому что, ну, если я что-то воплощаю 200 лет, как бы, да, ну, или, там, всю жизнь, как бы, да, не довожу до конца, то, наверное, меня вряд ли можно назвать способным. Вот. И когда я это определение даю, а я понимаю, что оно в некоторой степени ограничивает, да, оно для меня очень многое проясняет, потому что, когда я говорю про кого-то, Ну, я думаю, что это за сезон. Продолжение следует...